Минутку Так, вопросы Вот по этим стихам Есть Вот здесь слово Которую Он воздействовал во Христе Слово Которую К чему относится Кто может ответить Давайте откроем тогда Игнать Тихович, можете ответить? Вы с нами? Так ты открой Предыдущие слова Слово Которое предаточное предложение Так, первая глава 20-23 стихи Так Ну с 15-го Посему я услышав о вере вашей Во Христа Иисуса О вере что ли получается Говорится Вот Которое он воздействовал А, о силе По действию державной силы Его силы Силы Которое То есть он силой Христовой Воздействовал А, Божьей силы О силе Божьей Говорится Понятно Дальше читаем Игнать Тихович Евангелие от Иоанна 15-1 15-я глава С 1-го по 6-й стих Я истинная виноградная лоза Вы не отвлекайте зря Не пишите в чате Про бороды Написали раз Так Я истинная виноградная лоза Отец мой виноградарь Всякую у меня ветвь Не приносящую плода Он отсекает И всякую приносящую плод Очищает Чтобы боля принесла плод Вы уже очищены Через слово Которое я проповедал вам Прибудьте во мне И я в вас Как ветвь не может Приносить плода Сама собою Если не будет на лозе Так и вы Если не будете во мне Я есть лоза А вы ветви Кто пребывает во мне И я в нем Тот приносит много плода И вы без меня Не можете делать ничего Кто не прибудет Во мне Извергается вон Как ветвь И засохнет А такие ветви Собирают И бросают В огонь И они сгорают Так Ну давайте Разберем Это место Можно ли Это Вот эти Отсеченные ветви Соотнести К сегодняшним Сектантам Игнать Ихнач У вас не видно Еще показатели Игнать Ихнач Вы с нами Нет Я вот Он рядом Вот Я сейчас Про Местописание Прочитал Вот О виноградной лозе И о ветвях И вот Которая Не приносит плода То отсекает Отсекается То есть Как раз Корень Отсекается Секта Бросается в огонь Можно ли это Сектант Так сказать Или Здесь о другом Речь В первую очередь О нас Это В первую очередь О нас Это говорится Которые мы Не приносим Плода Да А что такое Конечно А потом Уже остальные Если ты Называешься Верующим И Верующего Христа Говорит В церкви Находящийся Едва Спасается Что Нечестивый И грешник Где явится Вопрос стоит А ответа То нет Если Праведники Едва Спасаются Вот и ответ Да То есть Сегодня Мы как раз Проходили Что Притчу Осеятеля А потом Еще Дополнительно То есть Одна Четвертая Часть Только На добрую Почву Падает Семя А На этой Доброй Почве Еще Враг Рода Человеческого Посеял Плевелы И Вот Сегодня Разбираю Что есть Плевелы Плевелы Это Как раз И Секты То есть Еретические Всякие Течения Учения Которые Уводят Человека От истины То есть Заглушают Истину Ложью Вот Это Сорняки Которые Заглушают Пшеницу Вот И Так Читаем Дальше Колоссянам Первая Глава 16-18 Стихи Ибо Им Создано Все Что на Небесах И что на Земле Видимое И невидимое Престолы Ли Господство Ли Начальство Ли Власть Ли Все Им И для Него Создано И Он Есть Прежде Всего И Все Им Стоит И Он Есть Глава Тела Церкви Он Начаток Первенец Из мертвых Дабы иметь Ему Во всем Первенство Вопросы Ну Здесь Тоже Подтверждается Что Христос Глава Церкви Церковь Едина Их Не Несколько Как Думают Некоторые Члены Конфессии Церковь Одна А вот Конфессии Иритические Заблуждения Много Церковь Есть Столпы Утверждения Истины То Вне Церкви Тот Получается Вне Истины Вне Истины Тот Заблуждается Идет Неправильным Путем Иоанна 11 Глава 52 Второй И не Только За Народ Но Чтобы И Рассеянных Чад Божьих Собрать Воедино Тоже Слово Воедино Говорит О Единстве Церкви Церковь Христова Едина Она Не Только Единственная Как Слово Едина Но Едина Единомысленно Филиппийцам 2 2 То Дополнение Мою радость Имейте Одни Мысли Имейте Ту же Любовь Будьте Единодушны И Единомыслены Ну Вот То О чем Я и Говорил Иоанна 17 Глава Римлянам 12 16 Будьте Единомысленны Между Собою Не Высокомудрствуйте Но Последуйте Смиренным Не Мечтайте О себе Римлянам 16 17 Умоляю Вас Братья Остерегайтесь Производящих Разделения И Соблазны Вопреки Учению Которому Вы Научились И Уклоняйтесь От них 1 Коринфянам 1 10 Умоляю Вас Братья Именем Господа Нашего Иисуса Христа Чтобы Все Вы Говорили Одно И Не Было Между Вами Разделений Но Чтобы Вы Соединены Были В Одном Духе И В Одних Мыслях 1 Коринфянам 12 Глава 12 по 27 Ефесянам 4 Глава 3 по 6 Стараясь Сохранять Единство Духа В Союзе Мира Однако Одно Тело И Один Дух Как Вы И Призваны К Одной Надежде Вашего Звания Один Господь Одна Вера Одно Крещение Один Бог И Отец Всех Который Над Семьи Через Всех И Во Всех Нас Вопросы Ну То Что Церковь Единая Все места Подтверждают Это Дальше Нужно Еще Сектантам Сказать Что Церковь Святая Заголовок Такой Но В ней Существуют И Святые И Грешные Члены Давайте Вот На Эту Тему Рассуждаем Второй Тимофею 2.20 А в Большом Доме Есть Сосуды Не Только Золотые И Серебряные Но И Деревянные И Глиняные И Одни В Почетном А Другие В Низком Употреблении Дальше Здесь Приводится Я не знаю Матфея 13.36 42 13.24 30 13.47 50 1.20 12.24 И Неблагообразные Наши Более Благовидно Покрываются А Благообразные Наши Не имеют В том Нужды Но Бог Соразмерил Тело Внушив О менее Совершенном Большее Попечение Сам Спасители Апостолы Имели Общение С грешниками Лука 7.34 И Евангелие Таана 12.6 Лука 5.30 31 31 1 Коринфянам 5 9 10 Далее сказано Все люди Грешны Один Бог Без Греха И Обонял Господь Приятное Благоухание И Сказал Господь Бог Сердце Своем Не Буду Больше Проклинать Землю За Человека Потому Что Помышление Сердца Человеческого Зло От Юности Его И Не Буду Больше Поражать Всего Живущего Как Я Сделал Впредь Во все Дни Земли Сеяние И Жатва Холод И Зной Лето И Зима День И Ночь Не Прекратятся Так То есть Это место Как я Понимаю Говорит Что Все Люди Грешны И Вот То есть Помышление Серда Человеческого Зло От Юности Его Подтверждается Это Эклистиаст 7 20 Нет Человека Праведного На земле Который Делал Бы Добро И Не Грешил Бы 3 Царство 8 46 Когда Они Согрешают Пред Тобою Ибо Нет Человека Который Не Грешил Бы И Ты Прогневаешься На них И Предаш Их Врагам И Пленившие Их Отведут Их В Неприятельскую Землю Далекую Или Близкую Притчи 20 Глава 9 Кто Может Сказать Я Очистил Мое Сердце Я Чисто От Греха Моего Иакова 3 2 Ибо Все Мы Много Согрешаем Кто Не Согрешает Слове Тот Человек Совершенный Могущий Обуздать И Все Тело 1 Иоанна 1 8 Если Говорим Что Не Имеем Греха Обманываем Самих Себя Истины Нет В Иоанна 4 15 Ибо Мы Имеем Не Такого Первосвященника Который Не Может Сострадать Нам В Немощах Наших Но Который Подобно Нам Искушен Во Всем Кроме Греха В Кровение 15 4 Кто Не Убоится Тебя Господи И Не Прославит Имени Твоего Ибо Ты Един Свят Все Народы Придут И Поклоняться Пред Тобою Ибо Открылись Суды Твои Вопросы Игнать Тихонович С нами Куда же вы Здесь Я Все Время Рядом Ну Вот Смотрите Вот Меня Смущает Вот Это Церковь Святая Но В ней Существуют И Святые И Грешные Члены Грешные В том Плане Что Они Кающиеся Грешники Они Постоянно Во грехе Живущие В церкви Иначе Он Уже Отлучается От церкви Этот член И вот Здесь Дальше Приводится Это Местописание Одни В почетном Другие В низком Употреблении Сосуды Это Члены О членах Церкви Говорится Но Как бы В низком Употреблении Понятно О чем Говорится Почетно Но Они же Вот эти Вот Эти Члены Они Святые То есть Они члены А Что такое Грешные Члены Непонятно Знаешь Эти вопросы Ты открывай Это Говорится Где Второй Тимофею Ты вот Открывай Это Какой Третий Том Третий Том Нового Завета Открывай Толкование И считай У нас Пособие Толкование Там Дано Прочитал Дальше Не заходить Давай Находи Второй Тимофея Два Двадцать Пусть Кто-нибудь Помогает Тебе Второй Тимофею Два Двадцать Ну Сразу Толкование Начну Читать Так Как Многие Смущаются Зачем В мире Существуют Злые Люди То Павел Оставив Другие Причины Сейчас Указывает Эту Потому Что В Большом Доме Бывают Разные Сосуды Большим Дом Называют Мир А не Церковь Он Желает Чтобы Ни Одного Деревянного Сосуда А Все Золотые И Серебряные Сосуды Находились В Церкви Где Тело Христа Где Дева Не Имеющая Порока Золотые Сосуды То есть Добродетельные Люди В почетном Деревянные Жи Глиняные То есть Дурные Люди В Низком Употреблении Не Сказал В Пользу И Не В Пользу Потому Что И Дурные Люди Хотя Они И Непригодны Для Добродетелей Все Ж Они Полезны В Общем Состоянии Мира Для Некоторого Домостроительства Как Например Фараон Вот Здесь У вас Утверждение Церковь Святая Но В ней Существуют И Святые И Грешные Члены Оно Вообще Не Сходится С Толкованием То есть Грешные Члены Которые В Низком Употреблении Здесь Нам Толкует Филак Что Они Вообще Это В Мире Люди Фараон Какой Член Церкви Сравнивается Грешные Люди Объясняйте Нам Непонятно Сколько Человек Сегодня Здесь Сколько Человек Присутствует Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Ну и мы с вами 15-16 Ну так вот и спрашиваю Что помогали Открывали За эту грань Мы никогда не заходим Когда быть Толкование Читаем Указанное место Открываем Трехтомник И читаем Все А так Получается Что я сказал На меня Ссылаются А мне Зачем Это Чтобы люди Ссылались Конкретно На Блаженов Эфилакта На Златоуста Начинайте Работать Я конкретно Сейчас Ссылаюсь На вас Вот это Вот Книга Ваша Второй том Церковь Святая Но в ней Существуют И святые И грешные Члены Это ваши Слова Нет Не мои Это Кальнева Я же Впереди Показал С какой Книги Это взято Что Дальше Из Кунцевича То есть Это из разных Книг Взято И все Книги Дореволюционные И все Это правильно Сказано Грешные Грешные Конечно Грешные Согрешил Петр Согрешил Плакал Господь Простил В церкви Разные люди Бывают Но согрешая Он входит Число Оглашенных Он за пределами Уже церкви Церковь Святая Непорочна То есть Этот Член Святого Грешного Обратно Святого Может Пока Он в этом Теле Живет Как бы Переходить Туда Сюда Верующий В Сына Божия Не грешит Считаем Первом Послании Не может Грешить Это не Его Природа А если Такое Стучилось Потнулся Павел Вот Пожалуйста И показывает Для этого Есть Эпитимия Пост Молитва Ну И Покаяние Так Идем Дальше Здесь Церковь Всегда Святая Спереди Мы Читаем Что Она Церковь Святая Но В ней Существуют Святые Грешные Члены Сейчас Другой Подзаголовок Церковь Всегда Святая То есть В ней Уже Нет Грешных Членов Или Как Понять Первое Коринфянам 3.11 Ибо Никто Не может Положить Другого Основания Кроме Положенного Которая Есть Иисус Христос То есть Иисус Христос Свят Поэтому И Церковь Тело Его Святая Раз Он Глава В этом Смысле Эфесянам Первая Глава 20 20 30 Которую Он Воздействовал Во Христе Воскресив Его Из Мертвых Уже Читали И Посадив Одесную Себя На Небесах Превыше Всякого Начальства И Власти И Силы И Господства И Всякого Имени Именуя Его Не Только В Семь Веки Но И В Будущем Все Покорил Под Ноги Его И Поставил Его Выше Всего Главой Церкви Которая Есть Тело Его Полнота Наполняющего Все Во Все Повторение Идет Что Колоссином Первая Глава 16 18 И Им Создано Все Что На Небесах И Что На Земле Видимое И Невидимое Престол Или Господство Или Начальство Или Власть Или Все Им И Для Него Создано И Он Есть Прежде Всего И Все Им Стоит И Он Есть Глава Тело Церкви Он Начаток Первенец Из Мертвых Дабы Иметь Ему Во Всем Первенство То есть Под Заголовок Такое Церковь Всегда Святая И Все Места Писания О Христе Приведены Нет Подтверждения Без Писания Здесь Что Церковь Всегда Святая Не Увидел Я Во Всяком Случа Церковь Дальше Под Заголовок Церковь Соборная Состоит Из Всех Народов Так Исайя 60 Глава 3 4 И Придут Народы К Свету Твоему И Цари К Восходящему Над Тобою Сиянию Возведи Очи Твои Посмотри Вокруг Все Они Собираются Идут К тебе Сыновья Твои Издалека Идут И дочерей Твоих На руках Несут Так А вот К Свету Твоему Твоему С маленькой Буквы А что Кто Здесь Имеется Ввиду Игнать Тихонич Можете Пояснить Опять Исаию Открывать Читает Открывай Место Писания И смотри Предыдущие Слова Они Уже Объясняют Народы К Свету Твоему Который Дан Израилю Который Дан Церкви То есть Твоему Отноться К Израилю К Израилю Народы Еще Примкнут Как К народам По вере Получается Мы являемся Новым Израилем И поэтому Люди Видя Как мы живем Имеется ввиду По заповедям Господним Они к этому Свету идут И прямо Показывают Вот так Поступайте Ну это Иерусалим Никита Пишет Придут Все Народы К Свету Твоему К Иерусалиму Или К Израилю Или И так И так Можно Понимать Нет Ну и Иерусалим То Это Иерусалим Израиль Понятно Как Можно Разделять Лука 13 29 И придут От Востока И запада И севера И юга И возлягут Царствие Божие Исайя 66 18 24 Колоссянам 3 11 Где Нет Ни елина Ни иудея Ни Обрезания Ни Не Обрезания Варвара Скифа Раба Свободова Но Все И во Всем Христос Матфея 8 11 Говорю же вам Что Многие Придут С востока И запада И возлягут С Авраамом Исааком И Иаковом В Царстве Небесном Римлянам 10 11 13 Ибо Писание Говорит Всякий Верующий В Него Не постыдится Здесь Нет Различия Между Иудеем И Еллином Потому Что Один Господь У всех Богатый Для всех Призывающих Его Ибо Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Слово Сказать Что Вот это Место Сектанты Приводят Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Ну и себя Конечно Подразумевают Под этим Словом Всякий Всякий Еретик Спасется Всякий Сектант Любой Конфессии Спасется Да не Это Это Впереди Надо Читать В контексте Что Значит Имеется Словом Всякий Всякий Сектант Верует Во Христа Но Здесь Нет Различия Между Иудеем И Еллином То есть Всякий Не только Иудей Но и Еллин Это Имеется Ввиду О чем Мы выше Говорили Под заголовок Все Церковь Соборная Состоит Из всех Народов И русские И цыгане Все могут Спастись Могут Спастись А не Спасутся Как Утверждают Сектанты Матфея 28 19 Итак Идите Научите Все народы Крестя Их Во имя Отца И Сына И Святого Духа Тоже Говорится О всех Народах Не только Один Израильский Народ Нам нужно Идти Учить Апостолам Было Но все Народы Пошли Они И в Грецию И дальше И дальше 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 Это понятно Нету Вопросов По Эту Заголовку Что Церковь Состоит Из Всех Народов Далее Утверждение Так Кто-то Тут Пишет Церковь Состоит Из Живых Умерших Какие Местописания Это Подтверждают Матфея 122 Глава 32 Я Бог Авраама И Бог Исаака И Бог Иакова Опечатка Наверное Не вопросительный Знак Здесь Просто Точка Бог Не Есть Бог Мертвых Но Живых Римлянам 14 8 9 А живем Ли Для Господа Живем Умираем Ли Для Господа Умираем И потому Живем Ли Умираем Или Умираем Всегда Господни Ибо Христос Для того И умер И воскрес И ожил Чтобы Владычествовать И над Мертвыми И над Живыми И Лукан 20 Глава 37 38 А что Мертвые Воскреснут И Моисип Показал Прикупине Когда Назвал Господа Богом Авраама И Богом Исаака И Богом Иакова Бог Жене Есть Бог Мертвых Но Живых Ибо У него Все Живы В Устроении Полноты Времен Дабы Все Небесные Все Небесное Земное Соединить Под Главою Христом Ну И Дополнить Здесь Можно Что Церковь Земная Называется Церковь Воинствующая А церковь На небе Церковь Торжествующая Торжествующая Над победой Над дьяволом Вопросы Игнать Игнать Тихонич Есть Что Добавить По Выше Сказанному Все Сказано Если Непонятно Что То Надо Входить В Это Так По одному Стиху Не Решается Допустим Блаженный Нищий Духом Ибо Их Царство Небесное Человек Выхватил Этот Стих И Начинает Толковать А Определить Нищий Или Нищий Ни Ни Крещение Ни Добрых Дел Ни Поста Ни Молитв Блаженный Нищий Духом Уже Их Царство Небесное Ну Всем же Понятно Что Имеется Ввиду И надо То И то И то Она Жен На одном Стихе Библия Держится А это Желающие Поспорить Тролли Безбожные Читаем Дальше Дальше К церкви Принадлежат И ангелы И святые Лука 15 10 Так Говорю Вам Бывает Радость У ангелов Божьих И об Одном Грешники Кающимся Евреям 12 22 23 Но Вы Приступили К горе Сиону И к Ограду Бога Живого К небесному Иерусалиму И тьмам Ангелов К Торжествующему Собору И церкви Первенцев Написанных На небесах И к Судии Всех Богу И К Духам Праведников Достигших Совершенства Христианам 12 9 Итак Вы уже Не чужие И не Пришельцы Но Сограждане Святым И Свои Богу Псалом 33 8 Ангел Господень Ополчается Вокруг Боящихся Его И Избавляет Их Вопросы Так Ну что Дальше Идем Церковь Апостольская Ведет Своё Начало И Во Всем Порядок От Святых Апостолов Послание Кефесянам 2 Глава 21 Стих На Котором Все Здание Слагаясь Стройно Возрастает Святый Храм Господи 1 Коринфянам 14 Глава 40 33 Стихи Только Все Должно Быть Благопристойно И Чинно Потому Что Бог Не Есть Бог Не Устройство Но Мира Так Бывает Во Всех Церквах У Святых Отделяющиеся От Церкви Хотя Верят Во Христа Но Они Враги Ему Их Ожидает Погибель Откуда Мы Это Узнаем Матфея 12 30 Кто Не Со Мною Тот Против Меня И Кто Не Собирает Со Мною Тот Расточает Иуда 1 11 16 19 Горе Потому Что Идут Путем Каиновым Предаются Обольщению Мзды Как Валаам И В упорстве Погибают Как Корей Это Работники Ничем Недовольные Поступающие По своим Похотям Нечестиво И Беззаконно Уста Их Произносят Надутые Слова Они Оказывают Лицеприятие Для Корысти Это Люди Отделяющие Себя От Единства Веры Душевные Не Имеющие Духа Матфея 18 17 Если же Не послушает Их Скажи Церкви А если Церкви Не послушает То Да Будет Он Тебе Как Язычник И Матфея 7 Глава 22 Многие Скажут Мне В тот День Господи Господи Не от Твоей Львов Именем И Пророчествовали Не Твоим И Именем Бесов Изгоняли И Не Твоим Именем Многие Чудеса Творили 2 Петра 2 3 И Из Любостяжания Будут Уловлять Вас Льстивыми Словами Суд Им Давно Готов И Погибель Их Не Дремлет Что такое Церковь Читайте Подробно В нашей Книге К истинному Православию В отделе От церкви Сектанты Кто бы Они Ни Были И Оно У них На первом Месте По авторитету И Это Очень Хорошо Игнать Ихоныч Оно У них Что имеется Ввиду Слово Божье Наверное Тут Это Ваши Слова Пошли Или Да Это Скорее Всего Вы Коля В нашей Книге Пишите Слово Божье У них На первом Месте Наверное Это Тоже Вы Дер Впереди Ослови Божьем Говорилось Так Как я понимаю Вопрос К вам Вот Вашу Книгу Цитирую Что Такое Церковь Читайте Подробно В нашей Книге К истинному Православию В отделе Церкви Вот Это Предложение Сектанты Кто Бо Они Были И Оно У них На первом Месте По авторитету И Это Очень Хорошо Что Это И Оно У Них В авторитете Имеется Ввиду Библия Да Вот Здесь Дальше Словом Божьим Правильно Я понял А то Здесь Если Вот Это Не читать Ниже Непонятно О чем Лечь Оно У них На первом Месте Писание Это Написано Мы Скажем Той День А Господь Скажет О чем По Писанию Попали Или нет Дальше Игнать Тихонович Пишет Мне приходилось Беседовать С ними По много Часов Однажды Одиннадцать Часов Мы не Поднимались С места В другой Раз Беседа Закончилась Только В пять Утра И Каждый Раз Как И в указанных Выше Случаях Их Руководители Пресветера И старшие Пресветера И рядовые Оказались Отказывались От своих Еретических Сектанских Убеждений Убеждений И с радостью Слово Слово Усердием Ежедневно Разбирая Писание Точно Ли Это Так Некоторые Восьмая Восьмая Глава 22 29 Впрочем Желательно Нам Слышать От тебя Как Ты Мыслишь Ибо Известно Нам Что Об этом Учении Везде Спорят И Назначив Ему День Очень Многие Пришли К нему В гостиницу И Он От утра До вечера Излагал им Учения О Царстве Божием Приводя Свидетельства И удостоверяя Их О Иисусе Закона Моисеева И пророков Одни Убеждались Словами Его А другие Не верили Будучи Женесогласны Между Собою Они Уходили Когда Павел Сказал Следующие Слова Хорошо Дух Святый Сказал Отцам Нашим Через Пророка Исаию Пойди К народу Сему И скажи Слухом Услышите И не Разумеете И очами Смотреть Будете И не Увидите Ибо Огрубело Сердце Людей Сих И ушами С трудом Слышат И очи Свои Сомкнули Да Не узрят Очами И не Услышат Ушами И не Уразумеют Сердцем И не Обратятся Чтобы я Исцелил И так Будет Вам Известно Что Спасение Божие Послано Язычнику Они И услышат Сергей Шепелев Микрофончик Выключите Пожалуйста Вот так Сейчас Включены Чепелек Вот так Включены Включены Вот сейчас Да Выключены Все Когда Когда Он Сказал Это Иудеи Ушли Много Споря Между Собою У меня Не раз Складывалась Точно Такая Ситуация Я Долго Думал И просил Бога В молитве Ответ Почему Господи Одни Убеждаются И для Них Этого Достаточно А другие Возражают И даже Поносят Запрещают Другим Встречаться Со мной В чем Причина Если Во мне То почему Одни Обращаются А другие Остаются Безучастными Я Нашел Ответ В этих Словах Апостола Павла Когда Он Цитирует Слова Пророка Огрубело Сердце Людей Сих И ушами С трудом Слышат И очи Свои Сомкнули Да Не узрят Очами И не Услышат Ушами И не Уразумеют Обратятся Чтобы Я Исцелил Их Все Дело Оказывается В грехе Если Человек Был Просто Сектант Родившийся В Менонитской Или Баптистской Среде И он Никогда Не исследовал Не сравнивал Так Как Делается В нашем Материале Но он Просто Верил Искренне В простоте Сердца Доверяясь Старшим И апологетам Их учения Заблуждения Но они Не хвалили Ни иконы Ни крестные Знамения Обходили Эти вопросы И стоило Только Искре Истины Коснуться Их сердец Как они Сразу же Обращались Будучи Уже Готовыми Точно Так же Случилось И мое Обращение На меня Проповедник Не потратил Ни одной Минуты Он только Дал мне Евангелие И Господь Тут же Поставил Мне на колени И началась Новая жизнь Псалом 39 4 И вложил В уста Мои Новую песнь Хвалу Богу Нашему Увидят Многие И убоятся И будут Уповать На Господа Я и сейчас Поддерживаю С некоторыми Баптистами Очень близкие Отношения Длящиеся Уже Третье Десятилетие Меня спрашивают Почему Вы их Не можете Убедить Я отвечаю Потому что Они Очень Ленивые И слоняются Из угла В угол Но не Прочитают Ни одной Книги Жена Его Берет У меня Все Магнитные Записи Проповеди Златоуста И Жития Святых Она Из Баптистской Семьи Но приняла Православие Во всей Красоте Две Ее Дочери Стали Женами Православных Священнослужителей Я Посылаю Ему Противосектанскую Брошюру И прошу Пусть Он Ее Прочитает Он Грозится Ответить На каждый Вопрос Но Проходит Год за Годом А он Так Ее И Не Прочитал И Не Прочитает Иногда Мы Заканчиваем Беседу Глубокой Ночью А тема Еще И Не Исчерпана Беседу Веду Я Под Запись На Бумаге В доме У них Несколько Взрослых Членов Семьи И все Аккуратно Все Записывают Поблагодарив Бога Мы Дружески Расстаемся Отложив Беседу До Завтра Уже Перед выходом Я Несколько Раз Повторяю Только Сохраните Пожалуйста Все Записанное Не Потеряйте Чтобы Где Нибудь Не Пропало Заваленное Бумагами А то Такое Случалось Уже Несколько Раз Они Удивленно Смотрят На Меня Да Куда Ж Оно Может Потеряться Вот Все Записи Лежат На Столе Так Они Будут Лежать До Завтра На Следующий День После Работы Я Сразу Захожу К Ним Они Меня Ждут И С Испугом Говорят К Нам Никто Не Приходил Но Со Стола И Счезли Вчерашние Записи Мы Все Перерыли А Их Так И Не Нашли Но Ведь Я Вчера Вас Об Эм Предупреждал Я Уже Знаю Что Здесь Сатана Все Запечатал Эти Люди Не Обратятся К Поносить Я Это Тоже Хорошо Знаю И Знаю Даже Какими Словами Они Будут Меня Поносить Потому Что Грех Монотонен И Дьявол Действует Шаблонно Стандартно Они Обязательно В кавычках Понесут Меня На таких Ухабах Ведь Подумать Только Он Нас Так Загипнотизировал В первый Раз Что Мы Едва Едва Устояли И Только Сам Бог Спас Назабрал Эти Листики Все Здесь Намертво Все Закупорено Как Во гробе Луч Света В этот Склеп Не Проникнет И За гробом Они Обрящут Лишь Смерть Когда Я Готовился Издать Творения Святого Иоанна Златоустого Начитать На пленку То Стал Подбирать Хороших Чтецов С Ясной Дикцией Глубоко Верующих Могущих Проникновенно Передать Читаемое Для Слушателей Правда После того Как Златоуст Был уже Издан А это 62 Кассеты По 375 Метров Каждая Продолжительность Звучания 8 часов 20 минут То Со всех сторон Посыпались Просьбы Чтобы Я Непременно Сам Своим Голосом Перечитал Все Что Читали Другие Мне Мой Голос Самому Не Нравится Это Не Голос Левитана Я Не Мастер Художественного Чтения Как Яхотов Один Из Читавших Был Баптист Работавший До Этого Семь Лет Военным Следователем Когда Меня Арестовывали В 1980 Году То Сотрудник КГБ Щепин Сказал Другому Указав На Меня Это Он Погубил Нашего Сотрудника И Назвал Его Фамилию Толстенко Василий Федорович Теперь Он Священник В Городе Тайшет Иркутской Области Это Честный Глубоко Порядочный Человек Но Голос У него Командорский Рубленные Слова И Слушатели Его Не Приняли Когда Он Стал Начитывать Иоанна Златоуста То Стало Задавать Жене Полу Вопросы А Где Это У Нас У Баптистов А Почему Же У Нас Не Так Это Понимают Он Пришел Своё Собрание И Задал Вопрос Братья Господь Заповедал Причащаться Тело И Крови Его А Вы Раздаете Хлеб И Вино Это Происходило На Радищево 67 В Городе Барнауле А Квартала Через Три От них На Никитина 137 Находится Покровский Собор В то Время Единственный Храм Барнаули Пресвитером Баптистов Был Тогда Никонов Алексей Дмитриевич Он Махнул Рукой Показав На окно В сторону Храма Так 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 У Них Тело И Кровь Василий Встал Вместе С женой И Сказал Вот Туда Я И Пойду Вот Это И Есть Герой Веры Которых Говорит Пророк И Аиля 3 11 Спешите И Сходите Все Народы Окрестные И Соберитесь Туда Господи Веди Твоих Героев Если бы Все Сектанты Были Такими же Честными В поисках Истины В желании Спастись А не Прочитав Этот Наш Материал Не Смогли бы Остаться В такой Глубокой Тьме Невежества Извращенного Толкования Библии Относительно Церкви Рассуждать Очень Легко Стоит Только Отвечать Четко И Ясно В письменном Виде На Поставленные Здесь Вопросы Без Малейшего Лукавства Первое Когда Возникла Их В кавычках Церковь Конкретно Год И дата И Кто Основатель Место Если Их Религиозное Объединение Является Церковью То Что Тогда Создал Христос И Где Та Церковь Христос Говорил Что Врата Ада Не Одолеет Ее Пусть Же Они Конкретно Назовут Дату Когда Та Церковь Перестала Существовать Говорит Ли что Нибудь Священное Писание Об Об Образовании Новой Церкви Взамен Устаревшей Второе Если От них Самих Двое Или Трое Отделятся Во имя Христа И Завтра Их Будет Сто Человек Ибо Нет Такого Безумия Которому Кто-либо Не Пристал И Они Купят Хлеб И Начнут Его Преломлять С Молитв И С Преусловие Что Отделившиеся Никак Не Будут Признавать Свою Родительницу Прежнюю Секту Как Отделенные Баптисты Отделились От ВСЕХБ Признают Ли они Их Пресвятеров Подлинными А От Этих Снова Отделятся И так Далее Продолжить Эти Рассуждения До самого Глубина Куда Дьявол Сбрасывает Отделившихся Дофана Аверона И Корея Числа Шестнадцатая Глава Так Вопросы Пока Есть По Сказанному Так Дальше Пока Читаю Еще Время Есть Третий Пункт Бог Наказывает Человека Низводит Воды Потопа И огонь С неба Бросает Камни Насылает Зверей И только Единственный Раз За всю Историю Человечества Люди Живьем Вместе С телами Сошли В ад За что Ни за Идолопоклонство Ни за Волшебство Ни за Убийство Ни за Разврат Ни за Богохульство Нет Такой Казни Книга Чисел 16 Глава 28 34 И сказал Моисей Из Сего Знаете Что Господь Послал Меня Делать Все дела Сии А не По своему Произволу Я делаю Сие Если Они Умрут Как Умирают Все Люди И Постигнет Их Такое Наказание Которое Постигает Всех Людей То Не Господь Послал Меня А Если Господь Сотворит Необычайно И земля Разверзнет Уста Свои И поглотит Их И домы Их И шатры Их И все Что у них И они Живые Сойдут В преисподнюю То Знайте Что Люди Сии Призрели Господа Лишь Только Он Сказал Слова Сии Расселась Земля Под ними И Разверзла Земля Уста Свои И поглотила Их И домы И всех Людей Кореевых И все Имущество И сошли Они Со всем Что принадлежало Им Живые В преисподнюю И покрыла Их Земля И погибли Они Из среды Общества И все Израильтяне Которые Были Вокруг Них Побежали При их Вопле Дабы Говорили Они И нас Не поглотила Земля Эта Лютая Смерть Угрожает Не только Разначальникам Сект Но и Всех Их Последователям Церковь Есть Мать Верным Она Есть Невеста Христа Ну Давным Давно Я Был На Собрании У Светили Иегов И вот Как раз Не помню Это ли Место Он читал Но Я запомнил Его слова Он говорил Ну вот Видите Крыша Сейчас Не рухнула Все Стоит Мы Живые Здесь Собираемся Значит Это угодно Богу То есть Он Как бы Вот эти Слова Имел Ввиду И сам Себя Утешал Чувствует Видимо Что Самозванец Но Однако Вот Такое И Убеждает Может быть Других Что Они Истинное Собрание Это Истинное Церковь Вот Но Господь Просто Долго Терпит Этих Сектантов Ждет Их Покаяние И Сегодня Мы Как раз Проходили Это Притчо О Сеятеле И за ней Идет Другая Притча О Плевелах О Жатве И Ангелы Как бы Предлагают Господи Давай Мы Выдергаем Плевелы А Господь Говорит Нет Не Надо Чтобы С Плевелами И Не Выдергнуть Пшеницу И Толкование Говорится Что Плевелы Это Как раз Еретики Сектанты Как Мы Сейчас И Называем То Есть Не Нужно Их Лишать Жизни Может Быть Кто То Из Сорняка Превратится В Пшеницу Есть Даже Какое-то Правило С Иритиками Обращайтесь К Ротко Вопросы Час Прошел У нас Пожалуйста Следующие Полчаса Вопросы Ответ Тихонич Пожалуйста Задавайте Тихоняк 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 У нас Снова Человек Сегодня Дмитрий Горякин Написал Мне Что Вы Игнать Тихонич Порекомендовали Ему Через Меня Выйти На Наши Занятия Знаете Вы Его Игнать Тихонич Горякин Общались Конечно Знаю Сегодня Мы Разговаривали С ним Ну Вот Он Сейчас С Нами Здесь Дмитрий Вы Нас Слышите Да Нас Слышу Вопросы Какие То Может Быть У Вас Я Сегодня Которые Мне Интересовали Вопросы Игнать Что Задал Ну А Вот То Что Я Читал Может Что Нет Никаких Вопросов Я Все Это Слышал Хорошо Ну Мне Тут Предлагает Читать Дальше Если Нет Вопросов Если У Кого-то Возникнут То По Ходу Задавайте Тогда Можете Меня Прервать На По Условия Если У Кого-то Возникнут Вопросы Сейчас Просто Пока Готовы Итак Читаю Дальше Все До Единого Сектанты Придерзко Называют Себя Происходящими От Апостольских Времен И На Вопрос Откуда Вы Отвечают Мы От Христа Прямо От Апостолов Мы Были Во Все Века И Далее Начинается Перечисление Вальденсов Гуситов И Других Никакого Отношения К ним Не И И И И И И И Постоянно Необходимо Ставить Наводящие Вопросы Если Взять Их Библию И Внимательно Посмотреть То Очень У Многих Она Подчеркнута Цветыми Карандашами Одним Цветом Зеленым О Милости Божией Красным О Гневе Наказании Синим Пророчества И Так Далее С появлением Фломастера Легким Тонированием Стали Закрашивать Эти Тексты Полностью Таких Мест Совсем Немного Иногда Идет В Библии Несколько Книг Крестов